Дорогие друзья, мы вновь на национальной арене гимнастики в Баку. Здесь проходит чемпионат Европы. Мы сейчас видим с вами выступление гимнасток группы С. Они выполняют упражнения с обручем и мячом. Идёт к концу выполнение половины многоборья, так скажем. 21 гимнастка выступает в этой подгруппе. И под 20 и 21 номером наши сёстры Аверины выполнят упражнения с обручем. А сейчас представительница Кипра Анастасия Пинго. Кипра Анастасия Пинго. Джазовая классика Пегги Ли. Елена Смирнова представляет Люксембург. Не так давно Елизавета Ямпольская, которая сейчас выступает за Молдавию, также выступала за Люксембург. Вот такая ротация кадров происходит. Но Фиш не так давно выпустил некие правила по натурализации и несколько ужесточила вот это движение из одной страны в другую. Но это разумевает наличие гражданства. Ну и много ещё всяких нюансов. Но самое главное, гимнастки имеют возможность показать своё мастерство на крупнейших соревнованиях мира и Европы. Ну, безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, исполнение, о котором вы говорите, действительно очень красивое. Но всегда аранжировщики музыки очень внимательно оценивают связь голоса исполнителя с возможностями гимнастки, с тем, как укладывается эта фонограмма в минуту 30. Много разных таких технических моментов, которые вынуждены мы учитывать при выборе музыки. И создание фонограммы – это особое искусство? Особое искусство. У нас есть прекрасные аранжировщики, которые помогают гимнасткам сборной России в качественном выборе фонограмм. Виктория Скетидия, Кипр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Она может тут же передать благодаря своему мастерству, которое показывала недавно на ковре. Лиза Хоффман Австрия Молодая гимнастка 2002 года рождения Представляет команду Австрии Вместе с более опытной, очень опытной Николей Руприхт ГОНЕЦ Лиза Хоффман Лиза Хоффман выступает с травмой руки, и эта травма даже предполагалась, что не позволит ей выступать на чемпионате Европы, поэтому в составе сборной Австрии прилетела резервная гимнастка Оксана Слава, и вот видите, выступила. Посмотрим, как оценят ее выступление судьи. Представительница Румынии Кристина Андреа Вердес. Румынии Кристина Андреа Вердес. Румынии Кристина Андреа Вердес. Румынии Кристина Андреа Вердес. Играет музыка Ночь на высого горе Классическое ее исполнение инструментальное Затем аранжировка такая С классикой на ты Концовка Хорошо соответствовала гимнастке Именно эта Аранжировка Все было выполнено ярко Быстро, сильно В музыку А это Николь Руприхт Австрия Очень опытная гимнастка Многократная Чемпионка Австрии Участница Олимпийских игр Рио-де-Жанейро Участница Олимпийских игр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво и качественно выкручиваем фото Надо сказать, что Николь Руприхт является героем Прошлого чемпионата Европы Который проходил Гладала Харри Она травмирована была У нее был острый разрыв связок Но все-таки она выступила Заняла 15 место Ну а на этом чемпионате Европы Очень надеется Что она Сможет целую на путевке Для того, чтобы участвовать В следующем чемпионате Также стать участницей финалов Композицию, которую она выполнила Составлена очень музыкально Все акценты Какие-то интересные находки Были подобраны В точном соответствии С музыкой Тренер Лючей Герман Всегда очень внимательно Следит за тем Чтобы композиции Были выигрышными Отражали характер гимнастки Гимнастка из Румынии Румынки всегда обладают Таким динамическим типом Композиции В быстром темпе работают Необычные переходы Такие, которых нет у гимнасток Других школ Своеобразное понимание Художественной гимнастики В этой стране Возможно, это связано С необыкновенными успехами Спортивной гимнастики В этой стране Ну, действительно Где-то перекликается техника Например, акробатических элементов Так очень спортивно Выглядят их композиции КОНЕЦ Хороший набор Продемонстрировала Дениса Майлат Сложные ловли были Интересные передачи предмета Какие-то необыкновенные перекаты В общем, у этой гимнастки Есть свой стиль И достаточно качественно Выполнено упражнение Николь Рокрихт Упражнение с мячом 21 место 17.45 Повторяю, что это лишь первые два Упражнения многоборья Обручий мяч Впереди На следующий день В нашей следующей трансляции Мы увидим Два оставшихся Упражнений с булавами и лентой И у тех гимнасток Которые желали бы Улучшить свой результат Будет реальный шанс для этого Польская гимнастка Наталья Вишневская Выполняет упражнение С мячом Напомним, что Сложность упражнения Оценивают две бригады Одна бригада судей Внимательно следит за тем Какая работа Выполняется предметом Броски, различные перекаты Передачи, отбивы Ну, в частности, мяча Эта бригада подсчитывает Работу предметом Другая же бригада Внимательно следит За элементами тела Таких элементов В упражнении сеньорок Должно быть не меньше девяти Также в упражнении Должна присутствовать Танцевальная дорожка Минимум одна Но можно, конечно, и больше Лучше, больше В зависимости от Возможностей и желания Гимнасток Вот Поэтому гимнастке важно Не только следить за своим предметом Но также качественно Выполнять равновесие Прыжки, повороты С хорошей амплитудой Без схождения с места С красивыми линиями То есть с натянутыми стопами С вытянутыми коленями С хорошим четким положением тела Краткий экскурс В судейскую практику Судей международной категории Марины Николаевой Но выключены множество мелких деталей и нюансов По которым оценивают судьи выступления Гимнасток Это целая наука Не включены в мой курс Или не включены в правила А в это перечисление Я старалась быть краткой Да Просто мы часто видим Прекрасную работу предмета Кажется гимнастка Великолепно выполнила свое упражнение Но есть незначительные огрехи В элементах тела Например А это оценивает другая бригада Судей, сутерское исполнение Она также делится на Техническое исполнение И артистизм На наших экранах Гимнастка из Финляндии Юки Тиканин Эта гимнастка очень давно выступает На соревнованиях Высокого ранга На чемпионатах мира На чемпионатах Европы Такая очень милая Жизнерадостная девочка И композиции такие у нее Очень открытые Такие жизнерадостные Позитивные 95-го года рождения В Финляндии работает Тренер Лариса Грибанова Тренера, которым вы говорите Подготовила гимнастку Участницу Олимпийских игр Екатерину Волкову А сейчас под ее руководством Тренируется Ребека Гергала Хорошая гимнастка Со своим почерком Со своим стилем Очень интересная И красивая Запоминающаяся Вообще очевидные успехи Финской школы художественной гимнастики Особенно касаются Групповых упражнений Мы видели Эту эволюцию Когда смотрели Трансляции Этапов Кувка Мира От старта к старту Прибавляют девочки Очень приятно Это наблюдать Польская гимнастка Наталья Козел Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Очень интересного дуэта Пьяно Гайз Часто используют В художественной гимнастике Их произведения Это дуэт Не только двух музыкантов Но и двух инструментов Пьяно и виануничей Вторая гимнастка Из Финляндии Сейчас Представит на суд Зрители и судей Свою композицию С обручем Ребека Гергала Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо выполнила гимнастка Свою композицию Не сделала видимых ошибок Каких-то потерь Или грязных ловль На хорошей амплитуде Ну и тройка лидеров Сейчас на данный момент После выполнения двух упражнений Выглядят следующим образом На первом месте по-прежнему Баряна Колейна На втором месте Екатерина Галкина И на третьей позиции Прошу прощения Сейчас мы точним данные Я назвала вам лидеров В упражнении с обручем Болгария Баряна Колейна Белоруссия Екатерина Галкина И Белоруссия Анастасия Саласова Мечежа Ситуация Несколько Ирак Мая По-прежнему Баряна Колейна На первой позиции На второй позиции Болгарка Катерин Тасева И на третий Николь Зеликман Из Израиля Ну мы можем предположить Что эти позиции Могут измениться Когда наши российские гимнастки Выполнят эти упражнения Поэтому в финальных списках Пока все подвижно Правда? Да Субтитры создавал DimaTorzok Ребекка Гергала 1865 Упражнение с обручем И представительница Франции 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 Участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Великолепная гимнастка. Выступает за Францию. Однако родилась и жила до пяти лет в Белоруссии. Потом вместе со своей мамой и тренером Светланой Мустафаевой уехала во Францию. Вот выступает за эту страну. Великолепная гимнастка. Много элементов уникальных выполняет Ксения Мустафаева. Вот, например, она сделала сейчас фуэтэ с прямой ногой, которая достаточно редко используется гимнастками. Есть у нее в арсенале и несколько ловль каких-то таких необычных перекатов. Часто придумывает изюминки. И какие-то такие штучки, которые еще никто никогда не делал. Вот она обладает таким свойством техники, работы с предметом. Ну и плюс часто приезжает на сборы в Новогорск. И помощь в составлении программ ей оказывает наш хореограф Ирина Борисовна Зиновка. Вообще очень многогранные личности. Пробует свои силы в журналистике с успехом. Изучает иностранные языки. И Ксения Мустафаева, Франция. Субтитры создавал DimaTorzok. О, и сколько наших болельщиков на трибунах поддерживает девчонок. Так, приятно это видеть. Организованные болельщики с буднами. Все как положено. Бригита Буткина с этого 17.35. До выступления наших гимнасток есть еще время. Сейчас выходит на ковер Лаура Божич. Она представляет Хорватию. А Ксения Мустафаева получила за упражнение с обручем 19,25 балла. Лаура Божич. Лаура Божич. Лаура Божич. Лаура Божич. Лаура Божич. СПИСОК Шиндлера 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 Наторы, без голоса. Может быть, рано этой юной гимнастке было врать. Это серьёзное произведение, но оно такое красивое. Каролина Мизуна, 14.55. Представительница Латвии. Ещё одна гимнастка из Латвии. Елизавета Полстяная. Елизавету Полстяную тренирует замечательный московский тренер Наталья Владимировна Орлова. Это тренер, подготовивший неоднократных чемпионок России в групповом упражнении. Тренирует сборную Москвы уже не знаю сколько, очень много, очень давно. Её команда выступала много раз на Кубках мира, завоёвывала медали на этих крупнейших соревнованиях. Ну а вот Елизавета представляет Латвию. Покажет своё мастерство сейчас. Незабвённый Дмитрий Хоростовский. В прошлом году Елизавета уже выступала на чемпионате Европы в Гвадалахаре. А в этом году это её второй чемпионат Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо выполнила свою композицию. Показала все трудности, чётко исполнила элементы тела. Должна быть хорошая оценка у неё. Смотрим. Лара Самбл, 13,9. Молодая гимнастка из Хорватии. Где-то там в глубине этого затемнённого зала живой оркестр, видите, заполняет музыкальные паузы. Сейчас мы музыкой паузы, которые между выставлением оценок очень с любовью, с выдумкой подходят организаторы чемпионата Европы к проведению его. Ну и опыт сказывается. Это четвёртый чемпионат Европы, который проходит в столице Азербайджана. И в этом же году Баку будет принимать чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдёт осенью. А сейчас выходит Арина Агерина на упражнение с обручем. Минкус, Дон Кихот. Минкус, Дон Кихот. Минкус, Дон Кихот. Минкус, Дон Кихот. И даже невозможно, такая жалость, просто невыносимо. Великолепные упражнения. Такая чистейшая первая часть, ни единого лишнего шажочка. Красота до мельчайших пальчиков. И такие досадные потери. Была вам, видимо, какая-то причина вот этого неудачи? Да нет. Ужасно обидно. Даже не могу прокомментировать это. Ну, нас ждет выступление сестры Арины Авериной Дины. Это великолепная творческая группа. Всегда уходит с поддержкой друг друга. Надеемся на то, что Дина подставит свою маленькую крючку и выполнит упражнения. Также с обручем на высоком уровне. Но не будем загадывать. Будем надеяться и ждать, что сложнейшие тренировки, которые девочки проходили перед этим европейским чемпионатом, скажутся. И они качественно сделают свои упражнения. Миничелка Дина Аверина, ваша! 18.425 получает Арина Аверина за композицию с обручем. И сейчас свое упражнение с обручем выполнит Дина под музыку Петра Ильича Чайковского. Арина Аверина за композицию. Арина Аверина за композицию. Арина Аверина за композицию. Сложнейших элементов, бросков, ловля, элементов тела, поворотов. Потрясающий, конечно, тот набор элементов, который выполняет Дина, не выполняет никто. Мы посмотрим, что сейчас поставят судьи, потому что была незначительная потеря на месте, когда гимнастка выполняла перекат. Пожалуйста, позвольте позвольте, Анастасия Пинго, Сайкросс. Вторая часть выступления группы С открывает ее гимнастка из Кипра, Анастасия Пинго. Продолжение следует... Продолжение следует... Сопровождение российской поп-группы Винтаж Бенд. Поступала Анастасия Пинго из Кипра. Ну а мы с нетерпением ждем оценки Дины. Ее оценка 22,3. Она занимает первую строчку в упражнении с обручем. Это означает, что она будет выступать в финале с этим видом программы и бороться за индивидуальное золото. Елена Смирнова, Люксембург. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Какая-то такая продолжительная была концовка. Казалось, что на риске она должна закончить, но она все продолжала делать элементы. Она такая получилась длинная. На самом деле мы привыкли, что в конце упражнения должен быть какой-то кульминационный такой момент. Но иногда гимнастки могут завершать композицию и танцевальной дорожкой, и элементом, или каким-то элементом мастерства, если это соответствует духу музыки. В данной композиции, видимо, музыка на спад идет, и гимнастка завершила ее поворотом. Музыка была из кинофильма «Иллюзианист» Максима Радридиса. Сейчас мы с вами увидим выступление гимнастки из Кипра Виктория Скидиди на ковре. Субтитры создавал DimaTorzok «Иллюзианист» Известный итальянский певец Тоте Кутуни и его неизвестная композиция «Симон». Елена Смирнова, Люксембург, 14 ровно, за упражнение с обручем. Лиза Хоффман, Австрия. Лиза Хоффман, Австрия. Повторю, что это очень молодая гимнастка, 16-летняя. Первый вид упражнения она сделала на 12 баллов. Снимай шин. «Иллюзианист» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мощная музыка такая выбрана Карма Орф, Кармина Бурана Кантата Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денизе Майлок Сложную композицию показала эта румынская гимнастка Также она в своем упражнении выполнила интересный поворот с изменением формы Это большая редкость сейчас Не такое большое количество гимнасток владеет техникой вращения такого плана Вот, на самом деле хотелось бы видеть больше каких-то таких оригинальных элементов телом Которые, такие элементы раньше показывали гимнастки Дарья Дмитриева, Дарья Кондакова В прошлых правилах очень ценились повороты, повороты с изменением формы Гимнастки умели вращать несколько форм показывать в одном вращении Это особый тип мастерства ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наталья Вишневская, Польша Одна из родновидностей Пламенко Танец Молгоинга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже грубую ошибку допустила Оперлась рукой за пол во время равновесия Вроде бы такая незначительная погрешность Гимнастка никуда не сместилась Но эта ошибка наказывается сбавкой в полбала Сбавки в художественной гимнастике Есть градации их Есть мелкая сбавка 0,1, да? Чуть покрупнее 0,3, 0,5 и... И бау, и бау Есть сбавки и 0,2, и 0,7 Именно эти сбавки предусмотрены для судей, оценивающих артистическую сторону исполнения А технические сбавки, это те, о которых вы сейчас сказали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, добро пожаловать в Георгий Тиканин Фитланс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представительница Финляндии выходит на ковер Юка Тиканин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Количество фоэты в данном случае с прямой ногой, количество поворотов, каждый из них добавляет какие-то бонусы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, каждый поворот стоит одну десятую балла. И понятно, что чем больше гимнастка выполнит этих вращений, такова и будет стоимость этого общего элемента. Другое дело, что почему они так часто используют этот элемент? Потому что каждые два вращения нужно менять работу предмета, которое нигде бы больше не повторялось, не выполнялось идентичным способом. Поэтому гимнастке нужно владеть не только технической стороной самого пироэта, но еще и уметь очень много делать предметом, чтобы ставить такой элемент себе в композицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного уставшая публика сейчас там продемонстрировали кадры. Я думаю, что и гимнастки подустали. Вот такой марафон многоборья. Тем более, учитывая, что в чемпионате Европы участвует почти 70 гимнасток. Видели оценку представительницы Польши. Сейчас мы с вами посмотрим выступление Натальи Козел, которая также представляет эту страну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Музыкально выполнила этот фрагмент упражнения. А вот в элементах тела хотелось бы добавить больше амплитуды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, многие вращения, равновесие, прыжки в художественной гимнастике подразумевают базовое положение шпагата. И если наблюдаются отклонения незначительные, то тогда судья по технике исполнения делает сбавки. А если эти отклонения значительные, то судья по трудности вообще имеет право не засчитывать элемент. Поэтому так важна амплитуда. Мы смотрим еще и на это, обращаем большое внимание, не только на эстетическое восприятие композиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, общее впечатление от выступления гимнастки никто не отменяет. И это фиксирует догады судей по... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на самом деле, все бригады судей на это реагируют. Все подвержены общему впечатлению. Как бы профессионально ни оценивали гимнастку, ни раскладывали, ни препарировали ее композицию, мы все равно все люди и ждем какого-то такого воодушевления, вдохновения, качества. И это сразу сказывается, если гимнастка исполняет так свое упражнение. Ребекка Гергалов. В Гринляндии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая потеря достаточно значительная. Обе потери на бал уже сделала гимнастка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложно собраться после таких ошибок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такая достаточно эмоциональная, чувственная композиция. Возможно, вот эмоции иногда перехлёстывают и не дают вспоминать о том, что ты должен сделать на ковре. Энное количество элементов. В этом-то вся и суть. Держать свои эмоции и мысли под контролем, четко и качественно выполнять элементы и вместе с тем все-таки быть выразительной, соответствовать духу музыки и характера. Поэтому это и сложный спорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оценка Наталья Козелу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 17.05. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прекрасная музыка, музыка Чайковского, щелкунчик. Пока еще видно, что гимнастка юная, не очень опытная, способная, да, но выбор элементов такой достаточно доступный для нее. Пока не видим ни какой-то сумасшедшей скорости, ни сложных, совсем каких-то рисков. Но гимнастка, несомненно, красивая, прекрасно выглядит на площадке и с великолепным набором данных. Ребекка Гергала получила 14,85. Конечно, ее потери сказались на оценке исполнения. Это всего лишь 4,85 балла. Ну, скажем так, оценка невысокая. Очень жаль, учитывая, что первое упражнение она сделала на 18 с лишним. Представительница Франции. Целия Жозефна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Интересные ловли. Необычные элементы в этой гимнастке. Музыка венгерского композитора Балаше Хаваше. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Каждый из них оценивается отдельно? Каждый из них оценивается отдельно. И в серии единственное преимущество в том, что, выполняя прыжки в серии, можно выполнять одинаковую работу предмета. Можно, конечно, и разную, но дается и шанс выполнения одинаковой работы. Этот прыжок является базовым. Если он выполняется с наклоном корпуса назад, который должен быть выполнен до касания бедра, тогда такой прыжок стоит, конечно, дороже. Он может выполняться и с размножкой, что мы видим очень редко. Только одна девочка на этих соревнованиях выполнила прыжок в ЖТ-нурнан с размножкой. И гимнастка выполнила в ЖТ-нурнан с размножкой. Гимнастка выполнила в ЖТ-нурнан с размножкой. Гимнастка выполнила в ЖТ-нурнан сfi. ПОЕСЕЛЛЕНСКА ПОЕСЕЛА ГИМНАЙСКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что-то не видно у Лиджи, куклой-маскоты, который очень веселил публику на соревнованиях групповичек накануне. Ну, зато сегодня живая музыка в улице оркестр. И сейчас Ксюша Мустафаева выполнит свое упражнение с мячом. Напомню ее оценку за упражнение с обручем. Она составила 19,55 балла. Субтитры сделал DimaTorzok Спокойно, как без суеты выполняет свои элементы. Там, где надо быстро, там, где надо спокойно. Сразу видно, что это опытная гимнастка, рассчитывающая свои силы, эмоции. Субтитры сделал DimaTorzok Наш эксперт шепнула «Держи», Ксюша услышала. Состоялась вовремя мяча выполнила упражнение без потери. На самом деле, мы говорили об опыте сейчас. Но опыт достигается необыкновенным трудолюбием, дисциплиной. Вот желанием кропотливо оттачивать каждую деталь упражнения. Вот этими всеми качествами Ксюша обладает. Вот не раз я была свидетелем того, как она тренируется, готовится к соревнованиям. Неутомимая, трудолюбивая, бесконечно вот такая точная к деталям. Пока не сделает, не уйдет из зала. Вот за эти качества я ее очень люблю и ценю. И желаю ей всяческих удач и побед новых. Вот смотрите, как интересно. Каждый организатор выбирает свою форму. Показано. Вот сейчас мы имеем некую тайну. Мы не видим, как девочка готовится к выходу. Мы не видим тренерской реакции. Может быть, это даже действие, которое мы сейчас наблюдаем, поднимает на некую высоту. А с другой стороны, жаль, что мы не видим этих дополнительных эмоций. Это иногда очень любопытно. Итак, Лаура Божич, Хорватия. Лаура Божич. Лаура Божич, Хорватия. Вращение может происходить на полной стопе и на полу пальцев или ролевые, как это называется, гимнастка. Да, именно так. Это по-разному оценивается. Ролевые дороже. Да, дороже, хотя это не для всех форм это правило присутствует. Если гимнастка выполняет в так называемом низком равновесии вращение на целой стопе, то базовое вращение на один круг стоит 4 десятых, а на высоком полупальце 5 десятых. Но каждое следующее вращение дает совершенно другую стоимость, если оно выполнено на полупальце. И так во всем. И так во всем. Мы поверяем алгебры. И так во всем. Оценка Бригитты Бутгенас и Ксении Мустафаевой. 19-1. 11-я позиция в упражнении с мячом. Каролина Мизуна. Латвия. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzо ДимаTorzок ДимаTorzок ДимаTорзо Публика и наши болельщики с нетерпением ждут выхода Александры Солдатовой на ее красивую композицию с мячом под музыку Игоря Крутого и под исполнение песни «Любовь уставших лебедей» Димаша Кудайбергена. Человек, певца, который обладает уникальным тембром в несколько октав. 18,7 получила Елизавета Полстяная за упражнение с мячом. Хорошая оценка. А мы с нетерпением ждем, конечно, выхода Саши. Искренне желаю удачи девчонкам. Пусть все получится у них сейчас. КОНЕЦ 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 Любовь уставших лебедей, лебедей. Уникальная гимнастка Саша Солдатова выполнила ряд таких элементов, которые не делает никто. И элементы эти предполагают настолько высокий уровень развития, гибкости, координации. Эти элементы выполняли когда-то знаменитые гимнастки Алина Кабаева и Сану Тяшева. И теперь в Сашином исполнении они выглядят прекрасно. Стоят такие элементы очень дорого. И мы слышим, как публика реагирует на них. Это прекрасный поворот в заднем равновесии. В другом месте площадки это была такая затяжка. И вернуться в поворот в заднем сложнейшие элементы Саши не удаются. Молодец, здорово. На чемпионат Европы она приехала в статусе золотой медалистки. Этапа гран-при. Кубка вызова, который прошел в Адалахаре. Она была безусловно лидером этого турнира. Золото в многоборье, золото в отдельных предметах. Вдохновенно, воодушевленно выступила на этих соревнованиях. Сложнейшая логля в конце упражнения. Саша успешно выступала не только в Испании. Она и хорошо выступила в Ташкенте. Тоже завоевала несколько золотых медалей. Оценка Александры Солдатовой 20-825. А сейчас Арина выполнит свое упражнение с мячом. Это просто фейерверк сложнейших элементов. Держим кулачки за нее, болеем всей душой. Шикарный форум. Шикарный форум. Шикарный форум. Вот это по-спортивному. Аринка, молодец. Как я вот рада за нее, честное слово. Это просто замечательная работа настоящего спортсмена. Мужественного такого, сильного духа. После ошибок, которые она сделала в обруче, так собраться и так шикарно сделать упражнение. Просто молодец. Такая замечательная неаполитанская песня. Фуникули, фуникула. Композитор Луиджи. Дэнце. Я думаю, Ириночка сейчас получит высокую оценку. Добавит в копилку нашей команды достаточное количество баллов. Но самое главное, чисто по-человечески. Какая молодчина. Я преклоняюсь перед ее вот этим сильным таким духом. Молодец. Рада за нее. Рада за ее тренеров. За Ирину Александровну, Вину Русманову. Веру Николаевну Шаталину. Веронику Борисовну Шаткову. Ирина Борисовна Узиновка, которые очень кропотливо с ней работали долго для того, чтобы эта композиция сегодня состоялась. Упражнение с обручем у нас лидирует Зина Аверина с оценкой 22,3. Ждем оценки Арины Авериной за упражнение с мячом. 22,75 получила Арина за упражнение с мячом. Высокий набор трудностей. 13,4 балла. Прекрасное исполнение. 9,35. Это всего лишь 65 сотых. Сняли обе бригады. И исполнение, и артистическое мастерство. Действительно, Аришка была на высоте. Девятые вторые соревнования. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Сейчас мы ждем общих результатов. Напомню, что мы видели с вами ровно половину многоборья среди сеньорок. Вот мы увидели квалификационные результаты. Первым квалификационным номером заходит финал Динари. Аверина в упражнении с обручем у нее результат 22,3. Завершает восьмерку финалисток Зухрага Мирова из Азербайджана. Резервные гимнастки Александра Джорджа Гулеза и Екатерина Веденеева. Это для упражнения с обручем. Номер 9 и 10. Да. И все остальное распределение мест. Такой маленький шаг в одну десятую буквально. Такие плотные результаты мы с вами наблюдаем. Мы сейчас ждем результатов квалификации для упражнения с мячом. Вот они на ваших экранах. Первой строчкой заходит Арина Аверина с результатом 22,75. В финалах также выступит Александра Солдатова. И в этих финальных соревнованиях Зухрага Мирова и Екатерина Веденеева будут резервными. Если, не дай бог, что-то случается с первой восьмеркой, то резервные номера могут участвовать в финальных соревнованиях. Ну и на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. С вами были Марина Николаева и Елена Щербина. До скорых встреч с художественной гимнастикой. Они состоятся буквально завтра на второй половине многоборья среди сеньорок. Всего доброго, удачи!